Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника алгебры 7 класс, автора Межляк Полонский и Кер, под номером 300. Конфеты с ценой 42 гривны за 1 килограмм смешали с конфетами ценой 57 гривен за 1 килограмм и получили смесь ценой 48 гривен за 1 килограмм. Какая масса конфет каждого вида содержится в одном килограмме смеси? Итак, у нас есть конфеты двух видов. Конфеты по цене 42 гривны за 1 килограмм и конфеты ценой 57 гривен за 1 килограмм. Их смешали и в результате получили конфеты массой весом 1 килограмм и цена этой смеси 48 гривен за 1 килограмм. Сколько взяли конфет каждого вида, нам неизвестно. Мы можем ввести с вами переменную и решить задачу с помощью уравнения. Пусть смесь содержит х килограмм конфет по цене 42 гривны за килограмм. Тогда конфет по цене 57 гривен за килограмм будет от 1 килограмма минус вес конфет первого вида, минус х. Ну и так как мы получим с вами конфеты весом 1 килограмм по цене 48 гривен, то будем иметь с вами уравнение. Запишем это. Для того, чтобы составить нам данное уравнение, мы с вами заполним таблицу. Итак, мы с вами приняли, что у нас конфет первого вида х килограмм. А второго тогда будет от 1 килограмма от общей массы. Вычитаем вес конфет первого вида. 1 минус х килограмм. Как тогда у нас будет? Какую стоимость? Для того, чтобы найти стоимость, нужно количество умножить на цену. Х умножаем на 42, получаем 42х гривен. Это стоимость конфет первого вида в смеси. 57 цену конфет второго вида умножаем на их вес 1 минус х. И мы получим с вами сколько гривен стоят конфеты второго вида в нашей смеси. И одновременно мы знаем, что стоимость смеси у нас 48 гривен. Умножаем на вес на 1 килограмм, получаем 48 гривен. И тогда мы сразу понимаем, как составить уравнение. Конфеты первого вида смешали, это значит добавили с конфетами второго вида. И получили 48. Раскрываем скобки. 42х переписываем. 57 умножаем на 1, это 57. И 57 умножаем на минус х, минус 57. И равно это 48. От 42 вычитаем 57. Число будет отрицательное. Мы теперь от большего модуля вычитаем меньше. 57 вычесть 42. Получаем 15. И дописываем х. И от обоих частей уравнения вычитаем 57, чтобы нам не записывать лишнюю строчку. 48 минус 57. Результат будет отрицательный. Ставим знак минус. От 57 вычитаем 48. Получаем 9. Ну и теперь обе части уравнения разделим на минус 15. Минус 15 делим на минус 15, это 1. 1 умножаем на х, это х. А теперь минус 9 делим на минус 15. Частное двух чисел с одинаковыми знаками. Число положительное. 9 делим на 15. Делимое меньше делителя целых будет 0. А теперь 90 делим на 15, это 6. Получили 0,6 килограмм. То же самое. Это будет 600 грамм. В смеси у нас будет конфет первого вида. Ну и теперь, чтобы найти сколько конфет второго вида, вычитаем от 1 килограмма 0,6. Получаем 0,4 килограмма. Это то же самое, что 400 грамм. В одном килограмме 1000 грамм. 0,4 килограмма 400 грамм. Конфет второго вида. Все, мы готовы с вами ответить на вопрос задачи. Нас спрашивали, какая масса конфет каждого вида содержится в 1 килограмме смеси. Смесь содержит 600 грамм конфет по цене 42 гривны и 400 грамм конфет по цене 57 гривен. Запишем. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.